Это шоурум галереи Дрезден, которая находится в руководстве Екатерины Мещериновой. Второй этаж занимает шоурум российских дизайнеров. Здесь более 12 авторов, в том числе и мои изделия представлены. Мы создали этот шоурум, потому что мы его увидели обе, и Катя, и я. То, что именно в этом помещении должен быть шоурум и ничего другого. И это помещение идеально под него подходит. Плюс ко всему, так как у нас галерея современного искусства, здесь представлены вещи, которые только в единственном экземпляре. Они уникальны, каждая по-своему. Это платье Марии Рыбаковой. Здесь полностью каждая полубусина выложена вручную. Французское кружево. Мария Рыбакова участвует в неделе моды в Москве. Это свадебное платье, которое, помимо всего прочего, красиво своей лаконичностью, простотой кроя и элегантностью. Здесь у нас представлена реконструкторская одежда Екатерины Блынской. Она берет домотканную ткань, 100-летней давности, находит ее в деревнях, реставрирует ее, перекрашивает. В ее изделиях нет ни одного машинного шва. Она берет эскизы старинных вышивок. Фибула здесь диаконовская. Сохраняет крой исторический. Но при этом эти изделия вписываются и в современный гардероб. Мы экспериментировали с моделями, когда эти платья надевали с современной обувью, с современными прическами. Они смотрятся очень ярко и красиво. У нас представлены вещи Марии Балкан. Это изделие, которое вязала ее бабушка. Ее уже нет. Пряжа куплена в Мюнхене в 50-е годы. Фурнитура словацкая. Такого качества пряжи уже нет. Она очень тонкая. Это 100% шерсть. Но при этом их просто стилизовать тоже в современный гардероб. Носиться они будут очень долго. Это тоже изделие Екатерины Блынской. Это сумки Веры Гвильдис. Она художница. Начала с того, что произвела на свет вот такие уникальные сумочки. Здесь тоже нет ни одного машинного шва. Все сделано вручную. Здесь шелковая парча, подкладка. Качество очень высокое. Здесь представлены вещи Светланы Губской. Лана Лайн бренд. Она находится в Сочи, в Красной Поляне. Это стилизация советской сказки. Данный костюм называется Макош. Также ко всем практически платьям у нее есть вот такие прекрасные кокошники. Возрождаем русскую культуру. Это одно из моих платьев вечернего варианта. Оно выступало на неделе моды эстет. Называется «Жар птица». Здесь нет боковых швов. Оно полностью собрано вручную. Это обувь ручной работы Игоря Шамарина. Автор уникален тем, что изучал очень много техник. В том числе рантовая прошивка подошвы, которую использовалась еще до революции. Наборная кожаная подошва. Каблук. И работает автор в индивидуальных заказах. Снимает больше 50 мерок и делает туфли прямо по ноге. Разрабатывает колодку. То есть три недели и у вас будут ботинки, которые будут служить вам долгой, верой и правдой. Здесь у нас уже украшения. Сумки. Украшения из эпоксидной смолы. Вязаные изделия. Здесь представлены броши Екатерины Блынской. Украшения разных авторов. И как раз стоит моя картина. Это картина-гармонизатор. Четыре времени года. Которая работает по принципу снежинки. Объединяя в себе гармонично все явления природы. Это тоже платье Светланы Губской. Которое называется жар-птица. Вы видели красное платье моё жар-птица. А это жар-птица Светланы Губской. Разное такое видение. Здесь также представлены изделия Марии Рыбаковой. В том числе шелковые душегреи. Душегреи на Руси были плотным изделием, стёганым. А она исполнила их в таком лёгком материале. Это стопроцентный шелк. Шелковая органза. Их можно носить как и самостоятельно изделие, так и комбинировать. С рубашкой, с футболкой, с платьем комбинацией. И это станет идеальным дополнением вашего гардероба. В то же время сохраняя традиции русского кроя. Это как раз переделка, кастом. От нашей художницы Лии Ануфриевой. Её работы в галерее представлены в виде сундучков, картин интересных. И вот такое платье находится у нас в шоуруме в единственном экземпляре. Также это одно из моих изделий с трансформацией. Это накидка, которую можно переворачивать. Она носится как длинная, как короткая. И превращается в шарф. И носится на две стороны. Также здесь и другие есть изделия-трансформеры. И есть футболки с ручной росписью разных авторов. Вот это, например, Дедушка Фрейд. А вот это футболка по мотивам Пабло Пикассо. Женщина без комплексов. А здесь находится у нас юбка Панёва 19 века, которая реставрировала и перешила в юбку как раз Екатерина Блынская. Я думаю, что рассказывать можно долго, но лучше всего прийти и примерить на себя эти уникальные изделия. А также в стенах нашей галереи проходит фэшн-дэй регулярный. Можно увидеть показы дизайнеров, не только тех, которые представлены у нас в шоуруме, и маркеты распродажи дизайнерских изделий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok